Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белыш. Авиакатастрофа в Подмосковье. Рухнул пассажирский самолет 71 погибший. Что произошло в небе? Померились бронетехникой. Во Львовской области украинские военные потренировались с натовцами. Кто у кого учился? И снова секс-скандал. Сотрудников благотворительной организации обвиняют в непристойном поведении после землетрясения на Гаити. О чем речь? Бриллиантовая любовь. Как прожить в браке 60 лет и не расплескать своего счастья. Рецепт от супругов из Харькова. Авиакатастрофа в Подмосковье. Почти сразу после взлета из аэропорта Домодедова разбился пассажирский самолет Москва-Орск. Погибли все, кто был на борту. Причины катастрофы сейчас устанавливают. Версий крушения несколько, но официально пока ни одна из них не подтверждена. Все подробности в нашем материале. Самолет саратовских авиалиний Ан-148 пробыл в воздухе около 4 минут. После вылета из московского аэропорта Домодедова он стал резко терять высоту, а потом и вовсе пропал с радаров. Связи с экипажем не было. О крушении лайнера сообщили очевидцы. Самолет рухнул возле села Степановское в Раменском районе, даже не вылетев из Подмосковья. На борту находился 71 человек. Шесть членов экипажа и пассажиры. Среди них ребенок. Шансов выжить у них не было. Списки погибших уже опубликовали российские СМИ. По предварительной информации, украинцев на борту самолета не было. Неизвестна и причина трагедии. Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура уже начали проверку. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства при техническом обслуживании воздушного судна и работе диспетчерских служб. Очевидцы сообщают, что самолет вспыхнул прямо в воздухе. Есть версия, что Ан-148 упал из-за столкновения с пролетавшим мимо вертолетом Почты России. Почтовый, смотри, почта лежит. Письма. Но Почта России заявила, мол, собственных вертолетов у нее нет. Среди возможных причин крушения, по данным российских СМИ, нелетная погода, неисправность машины или ошибка пилота. На месте крушения работают 150 сотрудников МЧС, а также 20 единиц техники и 7 бригад медиков. Проведению операции мешает снегопад. Виталия Кушмирук, подробности, телеканал Интер. Крушение в Подмосковье второе в истории для Ан-148. Такое же воздушное судно разбилось в 2011 году в Белгородской области во время тренировочного полета. Тогда погиб экипаж из шести человек. Разбившийся сегодня самолет построили в 2010 на Воронежском авиазаводе. Он принадлежит крупнейшей российской авиализинговой компании «Льюшинфинанс». Саратовские авиалинии взяли его в субаренду совсем недавно, в 2017 году. Египет начал масштабную военную операцию против отрядов изламского государства на Синайском полуострове. На остальной территории страны службы безопасности ищут пособников террористов. Что любопытно, египтянам помогают израильтяне. Сергей Устендер расскажет все подробности. Для проведения операции Каир сосредоточил на Синае колоссальное количество войск. Сотни танков и бронемашин, тысячи солдат, внушительная группировка авиации, артиллерии. С моря действия сухопутных войск прикрывает египетский флот. Главная цель операции – уничтожение Виала-Айад-Синай, или провинции Синай, группировки, связанной с ИГИЛ. Операция началась с мощных ударов с воздуха по базам и позициям террористов. Авиация загоняет боевиков в ущелье, а там их преследуют танки и пехота. Одновременно по всей территории страны службы безопасности проводят массовые облавы и аресты сторонников халифата. Но основные события происходят, конечно, на Синае. Чем он важен? Он находится на перекрестке между Азией и Европой, между Азией и Африкой. Поэтому все те контрабанды и оружия, и рабов, и наркотиков, все это идет оттуда и поддерживает финансово ИГИЛ. Война на Синае с переменным успехом идет уже примерно пять лет. С тех пор, как халифат стал терпеть поражение за поражением в Ираке и Сирии, он стал перебрасывать своих боевиков в Египет и там вербовать сторонников. На Синае сразу участились нападения на армейские посты, теракты против государственных учреждений, против полицейских. И отдельные действия армии успеха, увы, не приносили. Поэтому Каир решил покончить с ИГИЛ одним ударом. И для этого Иерусалим дал ему особое разрешение на ввод на Синай тяжелой бронетехники. Согласно мирному договору между двумя странами это было категорически запрещено. Но выяснилось, что Иерусалим не просто разрешил ввод техники Египту, а еще и помогает ему в борьбе с террористами, делится разведданными. А авиация еврейского государства регулярно наносит по террористам мощные удары. Тем временем в Сирии продолжаются боевые действия. Оттуда поступают тревожные известия о многочисленных потерях среди гражданского населения в результате ударов сирийских и российских ВВС. Вот в частности ООН сообщает, что в результате последних ударов российских военных погибли около 200 мирных жителей. Сергей Услендер, подробности Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Немедленно объявить перемирие в Сирии на месяц призвал генсек ООН Антонио Гутерриш. Об этом сообщает пресс-служба организации. Такова реакция генсека на эскалацию конфликта на израильско-сирийской границе. Он отметил, что политические решения – это единственный способ положить конец насилию и страданиям сирийского народа. Несмотря на объявленное перемирие на Донбассе, боевики продолжают обстрелы. Сегодня открывали огонь 8 раз. В ход по-прежнему идут орудия запрещенных калибров. Под ударом оказались украинские позиции возле Зайцева, Авдеевки, Толоковки и Широкина. Все подробности о ситуации на передовой расскажет Игорь Левенок. Участок фронта в районе Новоалександровки. Это место остается одним из самых опасных на линии соприкосновения в Луганской области. Окопы и блиндажи противника совсем рядом. Их можно рассмотреть даже невооруженным глазом. И сегодняшняя ночь здесь была неспокойной. Несколько часов подряд вот с этих высот враг обстреливал наши позиции из пулеметов и гранатометов. Это, скорее всего, провокации с той стороны боевиков ЛНР. То есть для того, чтобы мы давали ответный огонь, соответственно, чтобы уже компетентные органы МСИ, там ОБСИ, ООН, фиксировали обстрелы с нашей стороны. Но, соответственно, мы на провокации не поддаемся. На днях украинские военные возобновили контроль над Новоалександровкой. Армейцы продвинулись вперед на два километра и сформировали новую линию обороны. Оккупанты простреливают теперь эту местность с трех сторон. Там высота. Там высота. Что из вооружений у них есть? Все. В Новоалександровке осталось 16 мирных жителей. Четыре года они живут без электричества. Офицеры военно-гражданского сотрудничества обещают в скором времени электроснабжение возобновить. Когда будет дана гарантия безопасности для выполнения этих работ и ремонтно-выдновленным бригадам, тогда мы их будем сопровождать для восстановления электроэнергии. Мы эти гарантии получаем через общий центр координации и контроля, которые сейчас работают с представителями ОБСИ, которые обеспечивают гарантии с этой стороны. С нашей стороны гарантии, они всегда обеспечены, что это наши граждане и наше население, наше населенное пункты. А это уже Светлодарская дуга. Здесь традиционно боевики применяют весь свой арсенал. Ночью по украинским позициям они открывали огонь из минометов, обстреливали из пушек БМП, а также пехотного вооружения. Был слышен активный гул техники. К сожалению, наши глаза не могли определить, где они применяют запрещенными минскими угодами вооружение, потому что 120-мм минометы прилетают по нашим позициям. Мы выполняем минские соглашения, отвечаем только тем вооружениям, которые дозволны. Наши бойцы сообщают, недавно у противника произошла ротация. Из России приехало новое командование. Окупанты пытаются даже пехотой атаковать украинские опорные пункты. Армейцам приходится усмирять порывы врага. Передвигаться между позициями нужно осторожно. Чтобы избежать появления непрошенных гостей, солдаты заминировали все тропы, по которым может пройти неприятель. Здесь мы поставили растяжки в случае проникновения ДРГ, потому что каждый день мы наблюдаем в приборе спостережения, что враг пытается ночью незаметно пройти. Активность врага отмечают и в районе Авдеевки. Здесь закрепились наши десантники. Говорят, боевики к линии соприкосновения подтянули технику и даже танки интенсивно проводят разведку. Но бойцы уверяют, надеяться оккупантам здесь не на что. Сейчас на данный момент силы, которые у них есть, я думаю, что мы с уверенностью можем сказать, что противник дальше этих рубежей никуда не продвинется. Потому что здесь народ настроен, вооружения хватает, дух боевой. В принципе, я думаю, что это будет для противника большим сюрпризом то сопротивление, которое будет им оказано. Игорь Левенок, Вадим Ревун, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. И стали известны новые подробности вчерашнего убийства возле станции метро Черниговская. Нападавшим оказался младший лейтенант из Белой Церкви, контрактник 90-го года рождения. Он недавно вернулся из зоны АТО. Об этом сообщил военный прокурор Анатолий Матиос на своей странице в Фейсбуке. Он считает, что преступление произошло из-за посттравматического синдрома вследствие боевых действий. Прокурор также задается вопросом, неужели наш вечно временный министр здравоохранения и нардепы настолько слепы, что за 4 года не могут найти средства и разработать программы для реабилитации военных. Напомню, конфликт возник во время ожидания маршрутки. Мужчина сделал замечание желающему пройти в салон без очереди. Тот в ответ ударил его ножом прямо в сердце. Полиция задержала нападавшего в тот же день в одном из соседних домов. Посттравматический синдром подозревают у 85% военных. Об этом на пресс-конференции рассказал американский капеллан Джереми Уильямс. Но вот официальные цифры меньше в несколько раз. Психологи уверяют, что помощь необходима большинству военных. Более того, они обязаны проходить психологическую реабилитацию. Но по статистике за август прошлого года только 4% демобилизованных обратились за помощью. Ведь в Украине всего лишь 5 центров. 4 из них в Киевской области и еще один в Житомирской. Да никто особо и не приглашает военных проходить курс лечения. Чем меньше обращений, тем дешевле для бюджета. Асфальт поверх льда. Именно так ремонтируют дороги во Львовской области. Речь о трассе Драгобыч-Самбор. Работы на видео снял один из водителей и опубликовал в Фейсбуке. На этих кадрах видно, как дорожники засыпают в ямы асфальт и раскатывают буквально поверх достаточно плотной корки льда. Пользователи написали тысячи гневных комментариев под этой публикацией. Они требуют от властей дать оценку действиям дорожников, которые пускают, по их мнению, на ветер государственные деньги. Утекают деньги из наших кошельков только за месяц. Инфляция в Украине возросла на полтора пункта. И в январе, по данным Госстата, она составила более 14% по сравнению с декабрьскими 12,5%. По мнению нардепов, предотвратить рост инфляции могло бы государственное регулирование, которое отменили в прошлом году. С требованием возобновить контроль над ценами к чиновникам сегодня обратился лидер радикальной партии. Мы требуем от уряда, для того, чтобы защитить людей от инфляции, от увеличения цен, от неценения и так невеликой зарплаты и пенсии, восстановить государственное регулирование цен на продукты первой необходимости и на товары широкого вжитка. Потому что жертвами увеличения цен и инфляции, в первую очередь, становятся малозахищенные пенсионеры, люди с низкими доходами, средний бизнес, который не может продавать свою продукцию. Ночная стрельба в столице. После ссоры с женой, пьяный мужчина открыл огонь из травматического пистолета по посетителям кафе. Три человека получили легкие ранения, они отказались от госпитализации. Молодым людям удалось выбить оружие из рук нападавшего, который скрылся с места преступления, а затем позвонил в полицию, чтобы сообщить об утере оружия. Якобы у него пистолет отобрали. По этому звонку правоохранители установили, где находится стрелявший и задержали его. Свои действия подозреваемые объясняют алкогольным опьянением. В полиции пока не определились, как квалифицировать это преступление. Убили, не получив выкуп. В Днепропетровской области задержали троих подозреваемых в похищении и зверской расправе над 20-летним парнем. О трагедии сообщил на своей странице в фейсбуке начальник областной полиции Виталий Глуховеря. Заложника похитили месяц назад в Кривом Роге. Все организовал бывший заключенный с двумя подельниками. Чтобы обеспечить свое алиби, он устроился на работу водителем маршрутки. У матери похищенного требовали 100 тысяч гривен. Не получив их, парня убили. Чтобы найти преступников, провели более 80 оперативных мероприятий. Об этом сообщают в полиции. Все подробности пока неизвестны, поскольку следственные действия продолжаются. На Яваривском полигоне во Львовской области продолжаются учения Украина-НАТО. На этой неделе отрабатывали навыки на бронетранспортерах. Чему научились, расскажет Галина Якушко. Литовцы, поляки, британцы, канадцы, американцы. Тренерами для украинцев стали почти 300 военнослужащих из стран НАТО. Каждые полгода они меняются по ротации. Учат в тактической медицине, стрельбе, боевому слаживанию и работе в батальоне. По стандартам Альянса. Мы обучаем их новым видам тактик. Это тактики, которые они уже знают, но мы их улучшим, упростим понимание простых и сложных задач солдата. Сплотим их команду и вместо того, чтобы самому выполнять задачу, они будут выполнять ее все вместе. Учения проходят на Яваровском полигоне. Вот таких вот 50 хаммеров привезли специально для миссии из Германии. Машины без проблем могут передвигаться по метровым снежным заносам, болоту и песку. Военные используют их как такси. Ну, это же не американские М2 бренды, это наши советские. Для ручной наводки тут есть такие, как в старом советском танке Т-34, ручки, которые крутят ручную башню. Степану всего 19, он служит в вооруженных силах Украины по контракту. Уже воевал в АТО, сейчас он командир этого бронетранспортера. Учения ему очень нравятся, да и натовцев говорит, есть чем удивить. Один надеясь, он там в канадской армии имеет справа с танками. Наверное, он приходил, ему интересно было, он залезал в нас в башню, дивился, как кто-то. Он говорит, что все очень просто. Ну, как вам сказать, тут просто. И ремонтуется способом по-советски, молотком и ломом. Сегодня на задании 30 бронетранспортеров и почти сотни украинских солдат. Механики и наводчики учатся поражать подвижную и неподвижную мишени. Отбывается стрельба с БМП, экипажами, стреливаются командиры машин. С Гармат 73-го миллиметра и с ПКТ 7-62. На условную линию огня сначала выходят 4 бронемашины, остальные на позициях сзади. Первый в бой вступает БМП с синий-желтым флагом. На нем инициалы военнослужащих, не вернувшихся из зоны АТО. Военные говорят, полученные навыки применят в зоне АТО. По контракту обучать солдат военные НАТО будут еще два года. За первые три успели подготовить более 5000 украинских военнослужащих. Галина Якушко, Ирия Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львовская область. Отказаться от участия флота в международных миссиях НАТО, ЕС и ООН призывают в Германии. С таким требованием выступил уполномоченный Бундестага по делам военнослужащих. Говорит, для участия в подобных миссиях у страны нет необходимого количества военных кораблей. Главная причина этой ситуации бюрократия, а вторая недостаток запчастей, из-за чего суда находятся на верфях дольше, чем планировалось. Массовая акция против расизма в Италии. Около 30 тысяч человек вышли на улицы города Мочерата. В основном это представители профсоюзов, политических сил и общественных организаций. Во время шествия они пели антироссийские песни. Все закончилось мирно, без столкновений. Причиной этой акции стал инцидент, который произошел 3 февраля в этом городе. Мужчина на улице открыл огонь по группе прохожих. Пострадали 6 человек, и все они выходцы из африканских стран. Многие люди вышли на улицы здесь, в Мочерата и во многих других городах Италии, чтобы сказать «нет» расизму, а также напомнить об основополагающих ценностях нашей Конституции. Сейчас политические партии занимаются популизмом, чтобы посеять в обществе ненависть, террор и разделение. Но необходимо перейти на правильную сторону. Верная позиция сказать расизму «нет». И очередной секс-скандал в Великобритании. На этот раз с участием руководителей благотворительной организации Oxfam. В чем их обвиняют, расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Гаити мощнейшее землетрясение. Более 200 тысяч погибших, миллионы пострадавших. Сотрудники Oxfam были одними из первых, кто примчался на помощь. Но, как оказалось, в момент катастрофы они находили время и на развлечения. Мужчины пользовались услугами местных женщин для плотских утех. Совершенно очевидно, что руководство Oxfam знало об этом безобразии и молчало. Ведь этим парням разрешили покинуть страну без наказания, что можно трактовать как покровительство. И мы сейчас задаемся вопросом, сколько таких случаев произошло и до сих пор происходит на Гаити. Директор местного отделения Oxfam приглашал женщин легкого поведения на виллу, которую для него арендовала организация. На Гаити проституция незаконна. Более того, среди приглашенных были несовершеннолетние. Oxfam – это огромное международное объединение, работающее в более чем 90 странах. Оно борется с бедностью и несправедливостью. И новые обвинения нанесут серьезный ущерб репутации этой благотворительной организации. И не только в Великобритании, но и по всему миру. В Oxfam обвинения в сокрытии скандала отрицают. Дескать, еще в 2011-м уволили четырех человек. Правда, того самого директора отделения в списке не было. Я считаю, что в то время Oxfam поступили очень ответственно и открыто. Мы расследовали этот инцидент и пришли к выводу, что злоупотреблений и общественными деньгами не было. Но некоторые люди вели себя недостойно. Это было неприемлемо, и мы приняли меры. Вот только в правительстве так не считают. Там говорят о чудовищном обращении с беззащитными людьми со стороны сотрудников благотворительной организации. На Даунинс 310 объявили, что пересмотрят сотрудничество с Oxfam. Это абсолютное предательство и со стороны людей, которых отправили на ГАИДИ помогать, и со стороны тех, кто отправил их туда. Эта история шокирует, в частности, тот факт, что в организации отсутствует моральное лидерство. Этот скандал может дорого обойтись Oxfam. В правительстве серьезно задумались о прекращении финансирования организации. А в прошлом году она получила около 32 миллионов фунтов от государства. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, Ким Е-Джон, встретилась с президентом Южной Кореи. Во время встречи родственница главы КНДР широко улыбалась, а даже пожала Муджиину руку. А также лично передала приглашение в Пхеньян от своего брата. Таким образом, девушка стала первой из семьи Ким Чен Ына, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны в начале 50-х годов прошлого века. Она приехала в составе делегации от Северной Кореи на открытие Олимпийских игр. Все ли наушники одинаково безопасны и почему одиночество это хорошо? Об этом прямо сейчас. Шпионские игры. КНДР заподозрили в трансляции секретных шифров для своих агентов перед Олимпиадой. Последнее сообщение прозвучало в эфире местного радио непосредственно перед началом игр в Пхеньчхане. Подобного рода сообщения представляют последовательности чисел, в которых якобы зашифрованы послания для шпионов КНДР, работающих под прикрытием. К примеру, номер 35 на странице 467 или номер 55 на странице 913. Что значит эти номера и страницы никому неизвестно. Под крылом самолета в Лос-Анджелесе отчаянный путешественник по непонятным причинам перелез через забор и выбежал прямиком на взлетную полосу. Там к полету уже готовился самолет. Мужчина залез на колесо воздушного судна и сорвал с него огнетушитель. Благо горе пранкера вовремя заметили и оттащили подальше, а потом задержали для выяснения обстоятельств и выбора меры пресечения. Очередное черное пятно на репутации компании Apple. Беспроводной наушник AirPods загорелся в ухе американца Джейсона Коллана. Инцидент произошел во время пробежки в тренажерном зале. Сначала мужчина почувствовал неприятный запах и заметил, что у него из правого уха идет дым. Затем он бросил наушник на землю и выбежал за помощью. Когда вернулся, гаджет уже взорвался и догорел. Представители компании выясняют обстоятельства происшествия. Единственная привлекательная женщина в семействе Кардашьян – это модель Кэндалл Дженнер. Об этом британский телеведущий Перс Морган заявил в программе «Доброе утро, Британия». По словам Моргана на всех других женщин из семьи, участвующих в телешоу семейства Кардашьян, он бы, цитирую, второй раз не взглянул и в ночном клубе. Одиночество в тренде. Ученые выявили существенные преимущества людей без пары. Выяснилось, что одинокие в среднем имеют больше друзей в соцсетях и активнее с ними общаются по сравнению со своими семейными товарищами. При этом психологи отмечают, друзья, не обремененные семьей, очень важны для хорошего настроения, особенно в старости. Самый крепкий в мире 77-градусный джин создала одна из шотландских компаний. По словам разработчиков, напиток, несмотря на свою крепость, имеет орехово-кремовый аромат и сладковатый привкус. Это не первый 77-градусный джин. Напиток аналогичной крепости был по ошибке выпущен в Канаде, но его быстро изъяли из продажи по требованию властей. Долго перебирая варианты, она не придумала ничего оригинальнее, чем денежный букет. Сняла в банкомате 100 тысяч бат, около 80 тысяч гривен, мелкими купюрами и отнесла их флористу, который соорудил из денег подобие цветочного букета. Говорит, подарок парню очень понравился. Ему 85, ей 80, вместе они 60 лет и утверждают, что по-прежнему влюблены. В чем секрет? Давайте узнаем. К центральному дворцу бракосочетаний пара подъезжает на белом лимузине. Это молодой. Альберт Павлович и Мира Николаевна познакомились 62 года назад на танцах в Прибалтике. Лейтенанту летчику было 25. 20-летняя студентка называла его «Навы». Но подзадить какая наглость женская. Уже целовалась со мной, а меня «Навы» называла. Это же наглость. В 56-м году мы встретились на танцах, и я ее вытанцевал. И до сих пор танцуем вот так. Расписались через два года, без цветов и торжеств. Вы думаете, я делаю предложение, я же в авиации служил, а что это, сталинские соколы? Пришел, взял там документы, пришел к ней домой, распишись вот здесь вот. Она ничего не могла сделать. Вот так только стояла, и все вот. Мира Николаевна вспоминает, была счастлива и без белого платья. Ну он у меня был, ну не надо мне платья, ну не надо мне... Ну, а он у меня был, молодой лейтенантик. И я сказала своей маме, мама, нет, офицер, нет, никогда. Я говорю, я проживу с ней всю жизнь. Они сменили больше десятка городов, вырастили двоих сыновей. Теперь свидетелями у бриллиантовых молодых, их внуки. Классическая церемония, обручальные кольца, рушнык и шампанское. Город там! Город там! От каравая пара отрывает поровну, так же, как поровну делили эти годы все трудности. Поровну! Поровну! Я лев бык, а я лев обезьяна. Вот и все. Дом это мой, понимаете? Не турайтесь грязных полов, не турайтесь грязных тарелок. Вы знаете, что вы это делаете? Для него. Внучка юбиляров рассказывает, пыталась разгадать секрет их семейного счастья. Нет никакого не секрета. Просто они были всю жизнь вместе. Все невзгоды, все радости. Просто люби, терпи. Но в первую очередь любовь. И где-то на что-то возможно надо закрыть глаза. Бриллиантовые молодые счастливы, как и 60 лет назад, говорят, будут готовиться к следующему юбилею. Железной свадьбе. Мы-то, мы-то, мы-то друг друга. Анастасия Старовой, Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьков. Ушел из жизни украинский ученый и философ Мирослав Попович. Директор Института философии имени Григория Сковороды скончался на 88-м году жизни. Он стал автором более 100 научных работ. Получил немало наград, в том числе Орден Ярослава Мудрого. В 2001-м философ был удостоен премии имени Тараса Шевченко. Попович был активным общественным деятелем. Во время революции достоинства призывал бороться за независимую Украину. Участвовал в Евромайдане. Прощание с Мирославом Поповичем состоится 13 февраля на Байковом кладбище. Это все новости на сегодня. Хорошего вам вечера и до встречи завтра.